Самых-самых определяли в пяти номинациях. Лучшей организацией телевидения и радио стало Гомельское городское радио 107,4 FM. Далее ведущие озвучили победителей в номинации лучший журналист организации телевидения и радио. Третье место у главного режиссера Гомельского городского радио Павла Шуйкевича. Второе отправилось в эту же организацию. Его получила Елена Лагунова, начальник отдела радиовещания. И, наконец, победная первая у нашей коллеги, автора и ведущей всем знакомых программ «Размовляем по-белорусску», «Дела семейные» Елены Троценко. Победное место журналистка получила в том числе и за цикл программ «Добрый вечер, Гомель», посвященный Малой Родине. Тема «Малая родима» и она текавая за все. И была текавая, и будет, и есть текавая. И, поверьте, шмат людей, которые есть что сказать, и про справы, какие робят яны деля Малой Родимы, и про те творы, какие присвершаются Малой Родиме, и шмат людей, которые хотели бы выказаться, просто выказаться про свою Малую Родиму, про своих, скажем так, проткау. В номинации «Лучший фотокорреспондент» дипломом третьей степени наградили журналиста Будокошелевской газеты «Авангард» Ирину Палубец. На второй ступеньке заведующий отделом фотоиллюстрации газеты «Гомельская правда» Олег Белоусов. Абсолютная победа досталась Сергею Холодилину, собственному корреспонденту Белорусского телеграфного агентства по Гомельской области. Взял выставку персональную о сохранении белорусского нематериального наследия. Эта выставка экспонировалась в Белоруссии в Гомере, а потом в Италии. И вот там она произвела очень большой фурор, который я, честно, не ожидал. Народу интересно наше народное творчество, наше мастерство, наш фольклор, наше танцы. И у меня был большой успех. Это было очень яркое событие в моей жизни. Лучшими печатными изданиями стали редакции газет «Чичерский вестник», «Гомельские ведомости» и обладатель первого места «Речицкая газета «Днепровец». Когда меня спрашивают, что надо делать, я всегда говорю, читайте Пушкина. Он замечательно сказал. И долго буду тем, любительным народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Вот если будут добрые чувства, что в газете, что в телевидении, что в интернете, что в радио, у нас обязательно будет свой читатель искательный и благодарный. Это не все номинации и победители. С каждым годом медиапространство региона растет и совершенствуется. Печатные СМИ активнее выходят в интернет. Растет количество и отдельных информационных интернет-ресурсов. У каждого представителя масс-медиа свои цели и своя аудитория. Приятно отметить, что хоть наш конкурс для многих стал уже традиционным, ежегодным, но каждый год прибавляются новые участники. Если раньше у нас, скажем так, традиционно очень хорошо участвовали наши основные государственные редакции, то сейчас уже у нас подключились и ведомственные. Присылаются работы, которые почти что находятся на хорошем конкурентном уровне с нашими районными редакциями. Поэтому было на что смотреть, было из чего выбирать. Как прозвучало во время церемонии награждений, для журналистов настоящая проверка на профессионализм – отражение самых значимых политических и культурных событий. Когда компетентность, скорость, умение делать правильные акценты определяют то, как информацию в конечном итоге воспримут и оценят люди – слушатели, читатели, зрители. И важно, чтобы в масс-медиа приходили работать только те, кто без этого дела не представляет своей жизни. Марина Джалая, Валерия Гопанько, Новости недели.